Привет, мои пытливые зрители. На кого мы надеемся, когда мы занимаемся самоисцелением? На врачей. За последнее время многие, что за границей, что еще, из любых стран мне говорят о том, что ну это просто-напросто катастрофа. Там где-то нету клизм, но вообще в медицине нет клизм. Представляете, да, в магазинах нет клизм. Где-то нету, не помню, то ли в Швейцарии, то ли еще где-то абсолютно нету перекиси. А как там вопрос звучал? Да, да. То есть фармакологические гиганты работают, а врачи являются кем? Дистрибьютором. Просто дистрибьютором. Вы понимаете, да, в чем дело? Причем каждый гигант фармацевтический, каждая фирма имеет просто-напросто и отстегивает дольку. Скажите, какой шанс у этого несчастного человека вылечиться? Если доктор думает о своей собственном кармане, потому у него болит карман. Его не интересует ваш геморрой, его интересует свой карман. Ему нужно думать про то, как купить очередной дом или новую машину. Доктор что, когда лечит вам зуб, он что думает о том, чтобы вам было хорошо. Нет, он думает, как бы вы ему хорошо заплатили. Конечно, есть врачи, которые действительно хотят сделать, но это единицы. Которые хотят вам добра, которые хотят это в большинстве своем. Нет у меня слов на этот счет. Вы сами все прекрасно знаете. Вы смотрите мои видео и знаете, это все сами. Я просто-напросто хочу вам сказать, что я это тоже знаю. То, что знаете вы. Я испытываю те же чувства, которые испытываете вы, когда вы приходите к врачу и когда он прописывает вам какой-то препарат, а вы уже по-сиротски несетесь в аптеку. А есть какой-то аналог подешевле? Поэтому думайте, друзья мои. Работайте. На сегодня все.